Никому и никогда не удавалось выиграть войну на два фронта. Особенно, когда один фронт против совокупного Запада, который превосходит вас по ресурсу, а другой фронт против собственного народа. Зато у нас черная металлургия из аршора вышла. Зашибись. Кушайте алюминь, кушайте чугун. Полезно для здоровья. На самом деле самое вдохновляющее, что есть в моей жизни, это когда я вижу людей, которых я считаю конченными дебилами, и вдруг они на глазах улучшаются, умнеют, начинают разговаривать. Приходит время, даже медведи становятся адекватны. Вы упомянули Феликса Эдмундовича Дзержинского. И вот как раз новость, прям лыков строку, Михаил Геннадьевич. Минтруд РФ. Представляете, не какие-то там оппозиционеры. Минтруд предложил ужесточить антикоррупционные нормы в стране. Согласно предложению федерального ведомства, должностных лиц необходимо обязать сообщать своим руководителям о возникновении конфликта интересов. Начальство при получении подобной информации должно будет принять меры по регулированию или предотвращению конфликта. Если после получения подобной информации никакие меры не были приняты, руководитель подлежит увольнению в связи с утратой доверия. А если какие-то меры были приняты, то сугубо формально, руководители все зашили. А реально, вот что касается конфликтов интересов, ведь у нас огромное количество ситуаций, когда именно родственники того или иного госслужащего получают всякие интересные преференции, ништяки и так далее. Да никто это не обращает внимания, как правило. Пока этого госслужащего не нужно прижучить. Ну пожалуйста, у нас долгое время муж и жена были в правительстве, по-моему, даже двумя вице-премьерами. Голикова и Христенко? Да. И Христенко очень долгое время после ухода из правительства был секретарем, по-моему, ЕАЭС и что-то в этом духе. А вот объясните, если они, два вице-премьера, работают вместе, ну, по-моему, это же не страшная ситуация, а вот когда Голикова вице-премьер, а ее родственники получают госзаказы на 10 миллиардов, как фармацевтическая... Это хуже. Эта ситуация еще хуже. Еще хуже. И она называлась при советской власти кумовством. Оно жесточайшим образом преследовалось. А сейчас, как я понимаю, она поощряется. Минтруд-то почему вдруг делает предложение, чтобы с этим, понимаешь, разобраться? Ну, может, кто с кем-то не поделился. В Минтруде, может, просто поактивничать решили, напомните о своем существовании. Может, действительно стараются, чтобы было получше. Кто же знает. Чиновники говорят, что российская экономика адаптировалась к новой реальности. Ситуация на рынке недвижимости говорит об обратном. Девелопмент – это краеугольный камень современной экономики. Если он начнет стагнировать в долгую, следом потянутся другие отрасли. Тогда-то и станет ясно, как и к чему мы адаптировались. Михаил Георгиевич, вот что касается жилья, жилищного строительства. Говорят, что с ипотеками будет большая проблема. Люди не смогут их брать. Соответственно, человейники никто не купит. И начнется крах целого сектора. Ну, такая перспектива есть. Но пока это решается путем ускорения разрушения домов. Причем далеко не всегда аварийных, далеко не всегда ветхих. Так что здесь некоторое безумие продолжается. Но в целом, человейники продолжают строить. Человейники, в которых люди не могут размножаться, потому что для детей физически нет места. Ну, когда у вас квартира площадью 30 квадратных метров. Как там может ребенок жить? Консервная банка практически. То есть он может, конечно, жить, но никому от этого хорошо не будет. Вот. Это совершенно чудовищный процесс. И он абсолютно тупиковый. И смысл его, опять-таки, в том, чтобы позолоченная орда, которая приобрела огромное политическое влияние, могла заменять коренное население Российской Федерации на гастарбайтеров. Все. Другого экономического смысла я просто не вижу в этом процессе. Тут выходила новость о том, как у нас будет хорошо модернизироваться инфраструктура. И получилось, что если такими темпами модернизировать, потребуется примерно 90 лет, чтобы вся страна почувствовала модернизацию. Потому что там было сказано, за два года мы модернизируем столько инфраструктуры, что эффект почувствует 3 миллиона человек. Два года, 3 миллиона, год полтора миллиона. Всего у нас 145 с чем-то миллионов человек живет в стране. 90 лет модернизации инфраструктуры. То есть она будет быстрее разрушаться, чем создаваться. Да, знаете, честно говоря, я не знаю. Здесь вопрос, сколько миллионов человек осталось в России, на самом деле. Вопрос достаточно спорный. У вас есть какие-то оценки? Нет, у меня нет оценок. Я смотрел за ходом частичной мобилизации. У меня возникло ощущение, что в некоторых регионах нет той численности людей, которая там должна быть. Может быть, все уехали в Москву. Может, все уехали чуть дальше. Может, все уехали на кладбище. Не знаю. В принципе, теоретически так быть не должно. Потому что смерть и рождение – одно из немногих вещей, которые регистрируются в 100%. Даже если бомж замерз под забором. Но, тем не менее, что-то здесь такое ощущение, что что-то не то. С другой стороны, опять-таки, с другой стороны. Ну, как оценили эти 3 миллиона? Как все остальное оценили? Тоже нет доверия к этим оценкам. Я могу судить по жилью. Что темпы строительства жилья, они… Понятно, что жилье строят для одних, а в ветхих аварийных домах живут другие. Но даже если просто сравнивать темпы строительства жилья, то даже рекордный темпы строительства жилья недостаточно для решения жилищных проблем. То есть, если бы у нас людей селили в жилье из-за аварийных, просто переселяли, не заставляли покупать в непосильную ипотеку, которая посильна, там, в одном проценте, сейчас 10 населения страны. А 20%, которая уже взяла ипотеку, сейчас висит в безвоздушном пространстве. Думают, о чем мы будем платить завтра. А некоторые думают, о чем мы будем платить уже сегодня. Даже с учетом этого строительство нужно наращивать, но при этом жилье должно быть нормальным. А у нас сняли очень многие ограничения по качеству. То есть, там очень много проблем, очень много опасностей. Все эти истории из Москвы, когда в премиальных, в личных комплексах регулярно заливают подвалы, можно, конечно, смеяться над тем, что прекрасный, отапливают бассейн. Правда, периодически попадают со стовы всяких Porsche и Mercedes. Но это означает, что на перспективе, на горизонте, там, 5, 10, 15 лет, там, заводится на первых трех этажах просто плесень невыводимая, все этим дышат, ходят и заболевают. Нет, заболевают, это следующее. Если люди болеют, то с точки зрения бизнеса это очень хорошо. Потому что есть на кого списывать деньги. Есть в какую сторону развивать оптимизированное здравозахоронение. И градообразующие предприятия Санкт-Петербурга, а это морги и кладбища, будут работать с удовольной силой. Ну, мне в Питере так объясняли. А проблема-то в том, что здание будет разрушаться. Здание-то будет разрушаться. Вот в чем проблема. Я уж не говорю о том, что в Москве значительная часть Москвы стоит на карстовых породах. И некоторую часть завода строили на карстах, потому что там нельзя строить, так сказать, большие дома. А сейчас они застраиваются в человейник. И, конечно, физика формально есть и формально делается. А делается ли на самом деле, это вопрос открыт. Скорее нет, чем да. Ну, вопрос открыт. Вот еще одна новость. За прошлый год россияне купили почти на 8% меньше детского питания и товаров детской гигиены. На спрос повлияло снижение доходов и рождаемости. И здесь очень интересно, как некие эксперты, некий Алексей Зубец, экономист, оценил, почему у нас даже на детях на 8% меньше детского питания и меньше детских товаров. Вдумайтесь. Ну, я очень рад за уважаемого коллегу Зубца, у которого, как выяснилось, деньги есть. То есть, что люди обычно суют по себе. Но что означает это в переводе на русский язык? Есть количество памперсов. Ребенок потребляет определенное количество памперсов. Даже если родители одержимы потребительским уровнем жизни, он не будет потреблять памперсов больше или памперсов меньше. Это процесс дефекации. Он носит у ребенка объективный характер. Мы с вами можем пару суточек удержаться лишних, но у ребенка это происходит не автоматически, но почти автоматически. Соответственно, потребительская ориентация родителей на количество памперсов не влияет. Можно себе, конечно, представить, что она влияет на количество детского питания. Я покупаю в два раза больше, потом это все портится, и я выкиду. На практике ни у богатых, ни у бедных, ни у людей, которые не умеют считать и читать срок годности на крышечке. Я не сталкивался с ситуацией, чтобы выкидывали значимые объемы детского питания. Да, кое-когда какая-то баночка просрочена, блин, опять не рассчитают. Но это крайне статистически незначимое. Так что, вероятно, товарищ Зубец, я не удивлюсь, если он работает в какой-нибудь высшей школе экономики или в РАНХИКСе, предполагает, что когда по телевизору перестают показывать рекламу памперсов, люди начинают переходить на сушеный мох, отказываются от памперсов в пользу ваты, в пользу кипячения пеленок и так далее. Ну, мои, скажем, сверстники кипятили пеленки, я помню, что это такое. Моя сестра кипятила пеленки, я помню, что это такое. Я кипятил пеленки, не своим, правда, детям. Представить себе, что здесь какую-то роль играет потребительская ориентация, ну, простите, наверное, это значит быть министром Российской Федерации. Это значит, наверное, быть по уровню интеллекта, находиться на уровне развития министра Российской Федерации. Значит, на самом деле, на 8% сократилось потребление. Простой вопрос. А на сколько процентов у нас сократилось количество детей? Вот мы сопоставляем эти две вещи, и мы получаем разницу. Потому что, может быть, у нас количество детей сократилось на 10%, которым нужно, ну, в возрасте, в логическом, когда нужно детское питание памперса. И так получается, что у нас растет потребление до одного ребенка. А может быть, оно сократилось только на 4%. И тогда, да, родители переходят на застирку памперсов, на многократное использование одного и того же детского питания, на сухой мох, или, может быть, даже влажный мох, вместо памперсов и так далее. Ну, есть местности, где мох более доступен, чем памперсы, и даже 10 лет назад, и даже 5 лет назад. Михаил Григорьевич, касаясь вопроса потребления и экономических трендов, мы неизбежно касаемся вопросов демографических. Вы говорите, что сомневаетесь, я согласен с вами, сколько у нас на самом деле населения осталось, что у нас с рождаемостью, что у нас со смертностью. Вот представитель татарского народа, по-моему, представитель татарской диаспоры заявил о том, что неплохо бы заново провести перепись, потому что непонятно, куда делось 600 тысяч татар. С чего? С 10-го года до 22-го года у нас по переписям численность татар в России сократилась на 600 тысяч человек. Ну, хороший вопрос. Я бы еще спросил, куда делось определенное количество русских. Тоже. На самом деле, люди, которые приезжают в города, из сельской местности, они меньше рождают детей. Поэтому урбанизированные народы, динамика их численности существенно хуже, чем у народов, которые живут в деревне. Что произошло с татарами конкретно? Произошла очень мощная стихийная урбанизация. То есть довольно много моих хороших знакомых, татар, переехало из Казани в Москву, будучи высесненными из Казани, людей, которые приехали из деревень. И которые являются носительными специфической деревенской культуры, деревенского сознания и так далее. Ну, там, например, в Татаре есть села, которые просто стали оазисами коммунизма, потому что выходец из этого села стал замминистра где-нибудь в России, в федеральном правительстве. Или министром. Или чуть позже. Мы знаем все эти фамилии. Все завидуют этим селам. Я не знаю этих сел, но в Татаре их знают, все назовут, все страшно завидуют, рассказывают, как там теперь и так далее. Но это вот специфическое сознание, оно... Почему оно так остро ощущается в городах? Чтобы приехало огромное количество людей из деревень. Что значит, что они приехали из деревьев? Значит, что они из деревьев уехали. То есть в деревне у него было бы шесть детей, в городе у него два ребенка. Вот куда делось 600 тысяч конкретно Татар. Ну, на самом деле, еще значительная часть еще и уехала. Потому что интенсивная националистическая пропаганда, многим народам объяснять, как здесь зверски эксплуатируют проклятые русские, это является очень мощным стимулом к миграции страны. А может быть, все-таки вопрос именно в некорректных подсчетах? Мы же помним, как проводилось... Понимаете, в чем дело? Некорректные подсчеты проводятся местными властями, которые в Татаре являются региональными властями. И все заинтересованы в том, чтобы представителей их народа был побольше, и населения в их республике было побольше, потому что это очень важно при распределении финансового трансферта, при учете бюджетной обеспеченности. Чем больше людей, тем и лучше. Даже если регион донор, как Татария, все равно это означает, что нам в расчете радушных людей остается меньше. Мы все равно более зависимы. Поэтому некорректные статистики в данной ситуации работают на завышении численности населения, численности представителей соответствующих народов и завышении численности регионов. Если в Москве она работает на занижение, по понятной причине, но здесь тоже сказать сложно. Я помню, как проходила эта перепись. Я единственный раз видел переписчик, это было в Краснодаре. Он стоял на какой-то улице, долбился в какую-то калитку частного дома. Это была такая картина безысходности. Просто долбился в калитку. И было видно, что он уже там минут 10 стоит точно. Аналогично мне 34 года, я ни разу в переписи не участвовал. Я должен сказать, что я, конечно, сам виноват, что ко мне переписчики не пришли, потому что в 2010 году они пришли немножко, ну, как бы так, ощутимо пьяные, поэтому после короткой беседы и слетели с лестницы. Ну, так получилось. Оступились люди. И, наверное, после этого где-то против меня была поставлена пометочка, что у него все хорошо, к нему можно не ходить. Еще одно интересное заявление приходит от Дмитрия Анатольевича Медведева, который внезапно поддержал ваш подход, Михаил Геннадьевич. Осталось только, говорит Дмитрий Анатольевич, бывший президент, между прочим, только принять правила об использовании их, недружественных стран, интеллектуальной собственности без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. Это Медведев говорит. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, почему лично. Вот почему лично. И при чем здесь слово пиратство, потому что пиратство подразумевает, что мы признаем интеллектуальные права стран огрыз. Понимаете, когда там какой-то потанин говорит, что воровать это плохо, это очень смешно. Просто смешно. Но когда Медведев, бывший все-таки президент, пользуется такими термиями, то это еще одно, так сказать, слово в копилку его неграмотности. Но, понимаете, если дошло даже до Медведева, дошло до человека... Совершенно четко могу сказать, что ни Дурова, ни меня он не считал. Потому что если бы он считал Дурова или меня, он понял бы, что это не для того, чтобы наказать противника. Не для того, чтобы сэкономить на роялось. Это для того, чтобы превратить Россию в центр научного, инженерного, технологического, программистского творчества глобального масштаба без копейки инвестиций. Поскольку у него этого подхода нет, то он точно дошел до этого своим умом. Что я могу сказать? Приходит время, даже Медведев, даже Медведев становится адекватным. Ну, я не думал, что я доживу до этого времени. Это очень приятно. На самом деле, самое вдохновляющее, что есть в моей жизни, это когда я вижу людей, которых я считаю конченными дебилами, и вдруг они на глазах улучшаются, умнеют, начинают разговаривать. У меня я был знакомый, он мне... Как учителю мне знакома эта радость, Михаил Геннадьевич. В школе этого хватает. Да, то есть в том, что конченые вообще непонятно что, и вдруг нормально, приходят в костюме с обручальным кольцом, говорят, что двое детей, инженер хорошо зарабатывает, и все остальное. Господи, как же тебе это удалось? Дети-то как? Точно так же и здесь. У меня знакомый был, он мне рассказывал, я это читал только в меморах Марилина Монро, что барбитураты, такие психотропные препараты, которые ни в коем случае нельзя употреблять без рецепта врача, и на самом деле по рецепту врача тоже лучше употреблять, потому что врачи бывают разные. Лучше действует, если пластиковую оболочку проколоть иголочкой. Вот сидит взрослый человек, мне это рассказывает, мы с ним за жизнью болтаем, и все думаю, господи, а ты меня сейчас не укусишь, я точно. Проходит время, и он становится потрясающим аналитиком. Я его читаю, я его изучаю, причем, знаете, бывают творческие люди, которые очень хорошие аналитики за счет, так сказать, интуиции. И вот он, значит, вот такой человек выпивает, и вот в этом пограничном состоянии очень хорошие результаты получает. Нет, здесь строгая логика. Здесь строгая логика. То есть человек из этого своего штопора вышел. Я не знаю как. Он вышел. И стал очень разумным человеком, для меня стал одним из ориентир. Вот. И Медведев, в общем, на пути к, не могу сказать, к исправлению, слишком громко звучит, но на пути к, наверное, даже к нормальности какой-то. Ведь совсем недавно мне несколько человек ко мне обратилось, в общем, со словами, что да, значит, я все время говорил, что пить вредно, мы над тобой глумились, значит, мы были не правы. Мы тут телеграмм канала Медведева читаем, мы понимаем, что ты был прав пить в правду вредно. Говорят, Медведев проходит серьезный курс реабилитации, лечится, его специальным самолетом возят куда-то в район Тибета, в хорошие аюрведические центры. Ну, во-первых, хорошие аюрведические центры это Кераловы. Возможно, туда, я точно не помню. Тибете дам немножко другое, вот, но на самом деле, а зачем куда-то летать, когда все есть в Москве? Довольно хорошее. Если не нравится Москва, пожалуйста, Косноярскому тоже все очень хорошо. Именно в этом направлении. Но, я просто к чему это говорю? Я это говорю к тому, что у нас Медведев стал самым эффективным пропагандистом здорового образа жизни. Может, он не этого хотел, может, он к другому стремился. Но результат, как у Стругацких, совершенно налицо. Когда человек стремится к одной цели, получает другую. Это, на самом деле, одна из закономерностей человеческого развития. И вот сейчас, ну, Дмитрий Анатольевич, рассказывает разумные соображения. Я никогда не мог себе представить, что я эти слова сложу в одну фразу. Но это факт. Это факт. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает не очень актуальной недавно принятую правительством РФ стратегию развития Сибирского федерального округа до 35-го года. По его мнению, еще одна потрясающе разумная фраза. Акцент в ней сделан на то, что региону отводится копать недра и переплавлять их в металлы. А ему это, очевидно, не нравится, надо что-то другое. Михаил Геннадьевич, у Сибирского федерального округа какие вообще перспективы? Можно ли говорить о перспективах реального импортозамещения? То есть мы уже упоминали, что надо не нефть продавать, а нефтепродукты, не металлы, а хотя бы какие-то варианты металлических изделий. И вот, пожалуйста, Травников говорит... Знаете, англичане доперли до этого в XVI веке, в середине XVI века. Тогда еще товарищ Кромвель принял навигационные акты, после которых был длительный период войн, потому что они очень жестко были, так сказать, в английский, грузы перевозятся только английскими кораблями. На английском корабле три четверти команды должно быть англичане. Вот что, Англия встала на уши, где мы наберем такое количество каторжников? А меня не волнует. На английских кораблях должны быть английские матросы. После этого возник вот такой вот жест, когда пиво пьют, смотрят на донышко. Или просто поднимают выше головы. Почему? Потому что было стеклянное стеклянное донышко, и вербовщик в порту кидал шиллинг на дно кружки и угощал. Если человек выпивал, на дне лежит шиллинг, все, он не может сам расплатиться за кружку, пиво, у него нет денег. Шиллинг взял, он уже завербовался, получил аванс на службу на Королевском флоте. То есть, людей не было вообще на эту каторжную работу, но тем не менее, они ради развития своей экономики, ради развития промышленности, и на это пошли. У нас в Менделеев в конце XIX века 881, что ли, был толковый тариф с тогдашими представителями правительства. Все было. Так что, просто достаточно немножко вспомнить, но вспоминать-то некому, простите. Вот когда мы увидим изменения экономической политики, мы увидим дешевый кредит, ограничение производства на поле, снижение сдержек как государственную политику, когда мы увидим разумный протекционизм, а не вопли о том, что нам нужно любой ценой выполнять требования ВТО, потому что это облегчит нашу контрастанционную борьбу, которую мы, правда, не ведем совсем, но когда-нибудь будем вести обязательно. Налоговую революцию, когда мы увидим, вот тогда об этом можно будет говорить. Давайте напомним, а налоговая революция, Михаил Георгиевич, налоговая революция, это что за зверь? Налоговая таможенная революция, это полная переориентация налогового таможенного регулирования с уничтожением российского производства на его стимулирование. Когда мы делаем налоговую маневр обратно, когда мы налоговую нагрузку снимаем с переработки из добычи нефти внутри России и перекладываем на экспорт сырья, чтобы энергия в России была дешевая, чтобы у меня смысл делать что-то сложное и были деньги для этого. Да, товарищ Травников может быть министром, наверное, правительства, а пока он может быть уволен за неполное служебное соответствие в связи с тем, что он выступает против правительства. Что касается налогов, как раз следующая новость. С 1 января все налоги россиян будут поступать на счет федерального казначейства Тулы. И это не зависит от места проживания и регистрации налогоплательщика. Тула столица оборонных предприятий. Императорский Тульский оружейный завод работает три смены. Экономика постепенно переходит на военные рельсы. Вот это как понимать, Михаил? Это понимать как какой-то бред. Так. Казначейство Тулы это региональное подразделение Минфин. Я допускаю, что в Туле находится какой-нибудь дата-центр физический, где находится счет федерального казначейства. Тогда да. Есть единый налоговый счет, сейчас мы на него переходим. Единый налоговый счет, да, действительно, это довольно удобно. Большие проблемы с переходом на него, сугубо организационные, они очень болезненны для предприятий, для многих, особенно малых. Но вроде бы эта ситуация так потихонеч постепенно решается. Без зверства, без безумства и так далее. Я допускаю, что все деньги приходят на счет федерального казначейства. Я допускаю, что физически дата-центр федерального казначейства находится, может быть, даже и в Туле. Потому что это все переходит на региональное казначейство Тула. Ребят, ну, слушайтесь, расслабьтесь. 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 Если вы сказали, что это переходит на региональное казначейство Чичи, я понял, хотя бы, зачем вы это придумываете. Но Тула. Но там же Дюмин, вы понимаете, это же... Дюмин хороший человек, и никто его никогда из Тула не отпустит. То есть несколько раз я был в Туле, и у меня в разных форматах разные люди говорят, только попробуйте его забрать у нас. Ребят, ну, я-то точно не буду забрать. Вы, москвичи, все такие. Вы все это самое говорите, в общем, только попробуйте забрать. Хорошо. Несколько моментов из внутриполитической повестки. Внезапно за последнюю неделю резко обострились разговоры, слухи вокруг. Когда же будет путинское послание? Вот у нас уже февраль... Вы знаете, я полностью с вами согласен. Вот весна еще не наступила, а весеннее обострение налицо. Да. Слушайте, ну, будет путинское послание, не будет оно, будет оно чуть позже. Вам чего? Вы почитайте прежние послания, посмотрите, в какой степени они выполнены, расслабьтесь. Я думаю, 9 апреля будет. Вы еще написать надо. Вы не считаете, что это послание будет необычным? Россия вошла в совершенно новую эпоху и сейчас Путин что-нибудь такое объявит, заявит? Россия вошла в совершенно новую эпоху, которая требует кардинальной смены всей политики. Но вот это очень давно требует. Она сначала коронависия требует. А уж как она требует последние 11 месяцев, так это вообще уши закладывает, как она требует. И что, что-то изменилось? Пока нет. Безусловно, количественные изменения перейдут в качество. Безусловно, качественные изменения по нам, как бы мы их увидим. А если Владимир Владимирович Путин сохраняет эффективность, то он, безусловно, отразит это в опережающем порядке в своем послании. Ну, я ждал этого в сентябре. Нас на дворе. Правильно. У вас есть представление по конкретике, что это будет? Все-таки он изменит свои весенние и летние решения? У меня есть представление, что это должно быть. Так. Но логика, что Владимир Владимирович без этого будет хана, поэтому он будет делать вот это, она не работает, как вы видите. Она не работает. Поэтому поживем. Очень хотелось бы, чтобы он сказал, что ему темное. Очень хотелось бы, чтобы он реализовал идею Дурова, которую я озвучиваю, до которой Медведев дошел сам в отмене интеллектуальной собственности стран-врагов и превращение России в зону творчества свободного. Но, знаете, это же... Бодливой корове Бог дает в имя не случайно. Михаил Геннадьевич, по пунктам еще, помимо того, что вы сказали, отмены прав на интеллектуальную собственность и так далее, что еще надо делать в первоочередном порядке? Начнем сначала. Начнем сначала. Никому и никогда не удавалось выиграть войну на два фронта. Это невозможно. Особенно, когда один фронт против совокупного Запада, который превосходит вас по ресурсу, а другой фронт против собственного народа. Такую войну на два фронта выиграть нельзя. Поэтому одну из этих войн нужно прекращать. Мы видели в Стамбуле, мы видели в других местах, мы видели на безнаказанности Абрамовича, что были предприняты колоссальные попытки не допустить, а потом прекратить войну с совокупным Западом. Естественно, политическую. Невозможно. Совокупный Запад сказал, мы вас будем уничтожать. Дошло, по-моему, даже до Лаврова, хотя не факт. Значит, нужно прекращать войну со своим народом и вступать в нем в союз. Это, на самом деле, очень сильное утверждение, потому что для тех, кто способен анализировать ситуацию. Люди, которые живут в моменте, люди, которые являются ситуационными реагерами, живут в разговоре, принимают решения в разговоре, люди, которые ограничивают свою жизнь ситуативным реагированием воспетым Андреем Ромовичем Белоусом, на это точно не способны. Но у нас же владелодевочки такой, правильно? Поэтому я думаю, что если что-то ждать по-хорошему, хорошему, не сведения чижика, а серьезных вещей, то нужно ждать перехода от политики уничтожения народа, уничтожения страны, к политику сотрудничества хотя бы. Первое. Я понимаю, что мы с Синбаевой читали Конституцию, и я как глубоко травмированный этим событием в своей биографии задолбал ей всем. Это я понимаю. Но там написано, что граждане Российской Федерации имеют право на жизнь. Блин, ребята, если они имеют право на жизнь, тогда дайте им нафиг это право. Гарантируйте людям прожиточный мир. Хорошо, не хотите гарантировать настоящий прожиточный мир, гарантируйте людям сегодняшний и нынешний эффективный прожиточный мир, а дальше постепенно подтягивать их настоящий. Деньги на это есть. Во-первых, они физически есть, они лежат в бюджете. А во-вторых, от 75 до 85% этой суммы, в зависимости от эффективности распределения, в первый год вернется в бюджет. Ну, правда, местный бюджет, региональный бюджет, но вы же на эту сумму сможете сократить трансфер. Дальше. Вернуть нормальный пенсионный возраст, который соответствует физиологическим потребностям организма. То есть, грубо говоря, прекращать, прекратить убийство людей заведомо непосильным трудом. Потому что, кто может работать в пенсионном возрасте, учитывая потрясающие высокие пенсии, которые у нас, все равно будет работать, ему жить хочется, тратить хочется. Но тот, кто физически, физиологически не может работать, он не будет работать на законных основаниях. Дальше. То есть, это вещь, которая на самом деле потребует небольших дополнительных расходов, особенно учитывая эффективность здравоохранения, которая стремляет стариков более эффективно, чем все остальные. Меня тут водили в крематорий в одном из регионов России. Я там физиологические потребности и технологические не буду рассказывать. В общем, суть в том, что у нас довольно много стариков. Так что, как бы, даже снижение пенсионного возраста не очень сильно увеличит расходы на пенсии. Дальше. Это первый пункт. Здесь должны быть символические действия, которые справляют максимальную несправедливость. Дальше. Необходимо пособие на детей, на которые можно жить. Материнский капитал не про это. Материнский капитал это поддержка банков и строительного комплекса под предлогом поддержки детей. То есть, должны люди получать пособие на каждого ребенка такой, на который этого ребенка можно воспитывать. Вот прощение. В нищей Украине до 14-го года пособие составляло, они старались сдержать пособие тысячу долларов в месяц для ребенка. Да? Ну, вот вам, пожалуйста. Сейчас эти дети с нами воюют, грубо говоря. Но они у них есть, а у нас нет. Дальше. Развитие. То, что касается собственноэкономического развития. Первое. Двигатель рыночной экономики это капитал. А если капитал должен двигать экономику не в Швейцарии, а в России. Это будет неприятно, потому что он будет требованием подъявлять. Но чтобы он двигал нас, а не наших противников, нужно его запереть в России. Запретить вывод капитала. Резко ограничить обналичку, скажем, на одного человека месячная зарплата в день, а не в месяц. В день. Запретить офшор. У нас действительно огромная часть частного бизнеса вернулась в Россию в офшор. В прошлом, позапрошлом года. Скажем, вся розничная торговля все еще сидит офшор. Значимая часть сельского хозяйства сидит офшор. Ну, коллеги, а если завтра вам еду перестанут продавать и доставлять, что вы будете делать? Кричать, что зато у нас черная металлургия зарплата вышла. Зашибись. Кушайте, кушайте алюминь, кушайте чугун. Полезно для здоровья, говорят некоторые. Ну, заговорят. Дальше. Необходимо снижение сдержек. Что такое снижение сдержек? Значит, что базы отрасли промышленности должны работать не на яхтах хозяев-олигархов, должны работать вновь. Они должны работать на то, чтобы минимизировать издержки для всей экономики. Потому что их прибыли для экономики это убытки. Это блокирование возможности развития обрабатывающих промышленностей. Они должны из своих доходов иметь деньги для модернизации, потому что она необходима, а зарабатывать сверхнеобходимую модернизацию пожалуйста внешнюю тормозу. Что это значит? Это значит, что у нас базовые отрасли промышленности должны работать исходя из нерыночной мотивации. Потому что рыночная мотивация это частное благо, они должны работать исходя из благо общества. Боюсь, что это потребует их национализация. 51% государству как в Англии после войны. 49% пожил стоящие олигархи владеете дальше. А как выкупать? Конечно, выкупать по рыночной цене. Но первое. После уплаты компенсационного налога. Это не Ленин придумал в ходе краснобородейской атаки на капитал. Это придумали отишайшие англичане после Маргарет Тейчин. Когда если я приватизатор купил актив по цене дешевле, чем он тогда стоил, в тогдашнем состоянии, разницу я должен доплатить. Понятно, что никакой норильский никель не может 5 миллиардов долларов вынуть из оборота. Понятно, что это перевод. Но можно доплатить акциями. Пожалуйста. По курсу. Отдали пакет акций государству. Окей. Следующий этап. Нормальная. Ну, грубо говоря, половина прибыли должна инвестироваться в профильные активы. У нас в чернометаллуге в последние годы, если не брать магнитку, то инвестировалось порядка четверть. В некоторых отраслях еще меньше. Значит, значит, нужно доплатить то, что частный собственник недоинвестировал. Логично? Логично. После этого разницу стоимости 51% акций государство платит деньги. Пожалуйста. Правда, кто кому должен, мы еще посмотрим. Но если олигарх оказывается должным государству, то это можно оформить в долгосрочной ценной бумаге, ничего страшного, не нужно перегибать пол. Вот. Но понимаете, база отрасли для восстановления социальной справедливости, а для восстановления управляемости, чтобы снижать издержки. Вот в чем проблема. это касательно банковской сферы государствования уже прошло в общем целом. Там из 10 крупнейших банков частных, по-моему, два. При этом, безусловно, в отличие от сегодняшнего состояния, государство должно реализовывать свои права на управление своей собственностью. Потому что, когда у нас Сбербанк, скажем, и многие другие компании управляются исходя из логики не государственной потребности, а исходя из логики своей частной потребности, простите, пожалуйста, а какая разница между вами и обычными олигархами? Тем, что у вас крыша государственная? Спасибо. Это всем от этого сильно лучше, особенно вам. Дальше. Налоговая и таможенная революция. То, что я говорил. Разумный протекционизм. Все, что мы производим сами, мы должны производить сами. конкурирующий импорт должен облагаться пошлинами минимум 40% из дружественных стран, недружественных 80%. Это касается предметов роскоши, которые являются массовым потреблением. А предметы роскоши, которые являются доступны, скажем, 10% населения, значит, там 100% из дружественных стран, 300% из недружественных стран. Должно облагаться пошлиной. Дальше. Тарифная эскалация. Чем выше уровень переработки сырья, тем ниже экспортная пошлина, вплоть до отрицательных, тем выше импортная пошлина. Что такое колония? Я экспортирую сырье, покупаю готовую продукцию, оставляю хозяину всю добавленную стоимость. Что такое суверенная страна? Я импортирую сырье, экспортирую готовую продукцию, оставляю добавленную стоимость себе. Да, у нас ухудшится отношение с Китаем в результате такой политики, но поскольку для них это вопрос выживания, они потеют. Ничего страшного. Разве нашего союза против Соединенных Штатов Камерии. Дальше. Налоги. Снять налоги. Понимаете, когда даже конченые либерасты кричат, нужно снять налоги с внутреннего производства и приложить на ненужную, на экспортире, слушайте, тот случай, когда конченые либерасты правы. Правы. Другое дело, что они другую политику проводили в свое время, в данном случае они правы. И НДС нужно снизить. У нас говорят, ой, мы злоупотребление по НДС полностью нейтрализовали. У нас полная собираемость налога. Ребята, если у вас полная собираемость налога, почему мне, когда я предлагаю прием, я говорю, ребят, а вот если, скажем, я захочу уйти от, ваше предприятие захочет уйти от налога на НДС, сколько я должен буду заплатить за это? Вы знаете, вы человек уважаемый, вы человек серьезный, ну, 8,3% зашибись, а если я с улицы приду? Ну, с улицы процентов 10 вы заплатите. То есть, себестоимость уклонения от НДС для бизнеса 10%. Ребят, снизьте ставку с 20% до 10% на криминальной себестоимости. Вы получите, с одной стороны, резкий рост поступления НДС в бюджет, а во-вторых, вы получите огромное высвобождение капитала, который сейчас криминальный капитал крутится, все это обслуживает, а тут он придет и скажет, ребята, я хочу инвестировать. Вы мне поляну закрыли, где я работаю, я хочу инвестировать. Куда мне вложить? И тут как раз разумный протекционизм, который освободит ему поляну. Дальше обязательно должна быть в части разумного протекционизма тарифная квота. Производим мы, например, не знаю что, мясо говядины. Собираем производителей говядины. Ребят, а сколько вы можете производить говядину, на сколько вы можете нарастить производство говядины в следующем году? Если мы с этого рынка уберем импортную говядину, сколько вы можете нарастить? Ну, процентов на 10 мы нарастим. Зашибись. А если мы вас деньгами засыпем, бесплатные кредиты дадим, закупим все, что вам нужно через какого-то в Пакистану? На сколько? Ну, на 15. Зашибись. Значит, эти вот 15 процентов мы облагаем импорт говядины в рамках этого 15 процента рынка запретительно высокими кошельми. Все остальное, пожалуйста, еще доплачивайте. А дальше очень просто. Люди в правительстве, которые говорят, что нет, это предстоящие правила бы то, мы этого делать не можем, просто увольняются по профнепригодности. Хоп! У нас огромное количество вакансий. И в цифровизации их должна качественно сократить, но все равно можно будет нанять нормальных специалистов, которые понимают, что как бы мир для России не Россия для мира. Но это я могу довольно долго это все рассказывать, потому что в Татарстане сделали промышленную зону. Зона экономического развития. Там стоит электростанция тепловая, они просто к ней вплотную сделают эту зону и там тепло прямо с этой электростанции. И они его сделали по себестоимости. Дорогие друзья, вот честное слово, я не экономист, но мне все понятно, что Михаил Гадач предлагает. Делягинов президенты. Что я вам плохого сделал? Павел, что я вам лично сделал плохого, расскажите. Зачем? У нас есть президент, он хороший. Пусть, 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 пусть работает. Я думаю, что он не сдюжит, не сдюжит, ничего мы не дождемся. Да ладно, ждем годика два, послушаем. А, еще подождать? Еще подождать? Хорошо. В красивом состоянии. 23-й год не переживет при всех своих замечательных статистических показателях. Посмотрим. Друзья, высказывайтесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал, который чудом избежал блокировки не Делягин. Не чудом, а эффективной работой менеджеров. Они, не, понимаете, в чем была проблема, как выяснилось? Они в заголовке три раза подряд употребили слово импотент. И люди в YouTube решили, что это про них. И менеджер написал письмо совершенно замечательное. И, друзья, вы, пожалуйста, поймите, что слово импотент употребляется как политическое ругательство. Ни в коем случае не является характеристикой вашего руководства. И тем более мы ничего не имеем про его сексуальную жизнь. Вообще, это не наши вопросы. Ну, все хорошо. Замечательно. Друзья, всех вам благ. Михаил Геннадьевич. Понимаете, ко мне уже обратились, подождите, когда нормальных людей сносят каналы миллионника, вообще без предупреждений, а с вас снимают страйк, а докажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, что вы не являетесь английским шпионом. Как же я это докажу, когда у меня есть справка, что я английский шпион? У меня есть английская виза, в то время, когда англичане выдавали здесь визы, просто считая каждый, день, они у них выдали на пять лет. Как же я вам это докажу? Ну, вы спросите на канале, не дядя, какое они ко мне имеют отношение? Выяснилось, что никакого не имеют отношения. Ну, тут же, справка не помогло. Михаил Геннадьевич, до новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова